Рада приветствовать вас в новом году. Первая неделя 2022 года подходит к концу. Чем запомнились эти январские дни, расскажу я, Дарья Нищадим. Здравствуйте. Новый год, новая жизнь. 1 января появилось на свет 11 детей. 10 девочек и один мальчик. Первая меньчанка родилась в роддоме номер один спустя 28 минут после боя курантов. У нас был срок еще целая неделя. И тут как бы неожиданно за подготовкой к новогоднему празднику пришлось ехать в роддом. У бабушки мужа первого числа тоже день рождения. И теперь у нас даже тройной праздник. Малышку назвали Елизаветой. Поздравить маму с рождением дочки приехали представители Белорусского союза женщин и БРСМ. В подарок ползунки, полотенца и музыкальная карусель. Праздничные выходные меньчане провели с пользой для здоровья. Вакцинировались 705 человек. Высокий показатель привитых и в Белорусском государственном университете. За прошлый год больше половины студентов вуза защитили себя и своих близких от инфекции. Что нам помогло достичь? Во-первых, это информационная работа. Это открытые кураторские часы, онлайн-кураторские часы. Это выезд на факультеты с медиков, с онлайн-подключениями. Призывают прививаться и сами студенты. В проекте «Вакцина для жизни» молодежь объясняла друг другу эффективность процедуры. Вакцинировалась «Спутник Лайт». Это было в студенческой поликлинике в 33-й нашей. Для тех, кто уже привился, выявленный в Беларуси штамм вирусом омикрон заставляет подумать о ревакцинации. Медики рекомендуют защитить себя повторно. Для некоторых год начался с травм. Из-за неправильного использования пиротехники пострадали два минчанина. Один из них госпитализирован. Ребенок разобрал петарду, пытаясь растолочь ее в ступке. «Следует запретить использование пиротехнических изделий не специалистам, но и взрослые тоже, чтобы контролировали дети, чтобы самостоятельно не приобретали и не взорвали пиротехнические изделия. Ну, наверное, лучше, чтобы взрослые не использовали. Ну, маленькую петарду, да, он не спел кинуть, взорвалась в руке. Мощность петарды влияет, конечно. Мирно взорвная травма может и кисть отрывать». По информации МВД, в новогодних гуляниях участвовали больше ста тысяч человек. К счастью, в таких местах происшествий и преступлений не было. Намного больше людей травмировались из-за гололеда. За два дня скользкой погоды пострадали около двухсот человек. Некоторые госпитализированы. «На Октябрьской улице, получается, шел, поскользнулся, там очень скользко была, травма такая серьезная. Это было позавчера. Перелом наружной лодыжки и заднего края большой берцовой кости с подвывихом стопы кнаружи». Один из советов врачей, если падение неизбежно, надо постараться сделать это с минимальным ущербом для здоровья. «Всегда надо как-то тренироваться, уметь правильно упасть. То есть выпереваться в самый последний момент и упасть на как можно большую площадь своего тела. Не подставлять выдвинутые части, допустим, руку, чтобы опора была на руку, потому что тогда энергия приходится в одну точку, и передумано точно не сбежать». Будьте внимательны. Чтобы не стать жертвой непогоды, выбирайте обувь с нескользящей подошвой. Передвигайтесь медленно и аккуратно, небольшими шагами. Проект Конституции стал главной темой для обсуждения. Открытые дискуссии между властями города и гражданами набирают оборот. За эту неделю изменения в главном документе страны анализировали на предприятиях города. «Я немножко вкратце ознакомился, еще перед этой встречей. И наша страна молодая, она развивается, и поэтому Конституция тоже развивается вместе с нами». Обсуждать изменения и слышать друг друга важно. К новому проекту Конституции выйдут уточняющие комментарии. «Трудно очень написать комментарии для Конституции, ведь она охватывает все направления нашей жизни. И отсюда очень важно, чтобы каждый понимал значение каждой статьи». В январе запланировано 148 таких встреч с коллективами. Внести предложения в проект Конституции можно и в общественных приемных. Референдум планируют провести в феврале. Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обновили в заводском районе. Площадь учреждения увеличилась в три раза. Теперь оно занимает целое здание. Кроме капитального и внутреннего ремонта появилось все современное оборудование. «Создана уникальная, адаптивная, коррекционно-репрекционная среда. Это и ходуны, и специальные стулья детей с детским церебральным параличом, специальные мобильные подъемники, мобильные средства для укладки такого категории детей. В спортивном зале установлена сенсорно-динамическая комната «САВЫ». Также там приобретен дорогостоящий тренажер «Гросса». Таких центров в Минске 10. Пользуются услугами реабилитации больше 30 тысяч детей. Их работа одна из самых жизненно важных. Они рядом с нами с самого рождения. День социального работника отметили в столице. Лучших специалистов наградили в Купаловском театре. Работники социальной сферы делают огромную работу у нас, потому что у нас социально ориентируемое государство. Задача, которую перед нами ставит президент, это дойти до каждого, кто нуждается в помощи. Наград достойны все работники социальной сферы. В столичной системе социальной защиты работают больше трех тысяч человек. В основном это женщины от 32 до 49 лет. Это работа не для каждого. Здесь нужно работать по призванию. Тут нужно терпение. Тут нужно быть, понимаете, не только социальным работником. Здесь нужно быть и психологом, и тем же самым врачом. Каждый третий минчанин пользуется социальными услугами. Только получатели пенсии почти 500 тысяч человек. Один из главных христианских праздников Рождество Христово отмечает православный. Радуемся вместе со всем миром, что сегодня родился многенец, который потом своей кровью спас всех нас. Приехали из Москвы. Мы в Минске не первый раз. Это один из наших любимых городов. Поэтому мы ехали специально, целенаправленно, с удовольствием. Хочется пожелать вообще всем людям, и минчанам в частности, здоровья, счастья, добра, мира. Торжественные богослужения прошли в 45 храмах столицы. Всех православных поздравляю с Рождеством. Желаю семейного уюта, добра и любви. В выходные будет облачно, температура немного понизится, возможно будет снег. Оставайтесь в тепле, проведите время с близкими. Будьте здоровы и до встречи на нашем этом канале.